В Беларуси намолочено почти 9 миллионов тонн зерна с учётом рапса. Все фазимых культур выполнено 95%. Также сельхозорганизации завершают уборку картофеля. Накопано 723 тысячи тонн, урожайность 350,4 центнера с гектара. Сахарной свёклы в закромах – около 2,5 миллионов тонн. Беларусь представит масштабную экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае. Наша страна покажет свои лучшие достижения. Более 70 предприятий уже подтвердили участие, но формирование списка ещё продолжается. К слову, с начала года товарооборот «Синёка» и «Поднебесный» вырос почти в два раза и достиг отметки в 6 миллиардов долларов. Под Минском возводят современный реабилитационный центр для социальной адаптации людей с особенностями. Здание будет включать спортивный зал, бассейн, помещение для медицинского трудового восстановления. Рассчитан объект на 170 человек. Первых посетителей планируют принять уже в июле 2024-го. Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах с использованием автомобилей гражданского исполнения при помощи средств фото, видеофиксации, нарушений. Особое внимание – профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей такси и автобусов. ГАИ напоминает о строгом соблюдении ПДД при перевозке людей и недопустимости совершения опасных манёвров. В Бобруйске работают диспетчерские службы по вопросам отопления. Если не греют батареи или возникли сбой в подаче тепла, необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства. Первым делом, напомним, потеплело в соцучреждениях, затем в жилфонде. Далее в очереди административные здания.